Приятного времени препровождения! С вами, как всегда, Козёл Альпийский. Продолжаю я серию выпусков о современном Шакале. Всё никак мне не дойти до таких классных историй, которые происходили с мистером Шакалом давно. Шакал продолжает выкидывать весёлые фортили. Опять мне Демьяненко рассказал, ну это кто не знает, кто случайно наткнулся, и продолжает слушать до сих пор. Я скажу, что это его водитель, мистер Шакал, такой варвар, а параллельно с этим ещё и миллионер, да, такой персонаж, варвар-миллионер. И вот его личный водитель рассказал мне такую историю, недавно она произошла, что мистер Шакал, она будет называться мистер Шакал и школа волшебников. Да, начну я издалека, что мистер Шакал, он много чем увлекался и мало что знал, то есть вот он поверхностно вершки хватал, знаете, как вот, например, дикие копытные, они, почему на них не ведётся охота, а, например, овец запрещается много выпасать на одном месте, ну, такой запрет есть, потому что, допустим, домашний скот, он съедает траву под корень, а дикий скот, он вершки вот так скусывает и дальше идёт. Поэтому, допустим, корове надо всего 50 соток для выпаса, но она их съедает до земли, а, например, лосю, а лось это, ну, та же корова, только дикая, лосю надо 10 гектар, а то и 20, но вот он всегда верхушки только скусывает. Вот так и мистер Шакал, он, ну, много куда своё собачье нутросовал, но практически ни о чём ему нигде не было известно, и вот касательно школы волшебников, ещё когда мы с ним общались, он рассказывал мне как-то, он нацепил, значит, у нас мешки такие были, ну, в общем, в хранилище, где я корм хранил, мешки из-под корма, знаете, вот бывают мешки из-под сахара, и вот такие большие 40 килограмм, и корм для скотина, я, по-моему, не знаю, снимал, не снимал, как-нибудь летом обязательно сниму всё подробно. В общем, такой мешок он на себя нацепил и говорил, «Я долбандор! Я долбандор!» Ходил, размахивал палкой, выкрикивал какие-то заклинания, там, не знаю, там, «Залупованус! Залупованус!» Вот такие вот заклинания выкрикивал, и говорил, что он долбандор, как он мне позже объяснил, долбандор это был типа Гендальфа, только в Гарри Поттере какой-то такой главный колдун, ну, вот, Гендальф там Хоббитов водил, а долбандор водил Гарри Поттера куда-то. Вот, и на этом, короче, познание мистера Шакала о школе волшебства не закончились, но они получили продолжение сейчас, вот, Демьяненко получил от каких-то директоров, да, которые там, ну, реально руководят фирмой мистера Шакала, что владелец, да, сейчас я напомню, их фирмой владеет мистер Шакал, Минотавр, он отошел от дел, будет и про это серия очень интересная такая, значит, как Минотавр бразды отдавал, но это не суть. И мистер Шакал должен был приехать, и, ну, ехать надо было далеко, надо было ехать часов в пять, но поскольку мистер Шакал личная машина с кондиционером, там, с баром и всем прочим, это, ну, про фактические экскурсии, но мистер Шакал отказался ехать, он сказал, «Ты что? Ты что, Демьяненко? Я же должен быть со своей девочкой-волшебницей и летать на метле с негритянкой! С негритянкой!» То есть вот негритянка, как бы она в жизни не досталась мистеру Шакалу, но досталась ему в игре, какая-то игра, кажется, вышла по Гарри Поттеру, причем там можно не за Гарри Поттера играть еще, а, ну, за других каких-то, можно своего создать, да, и вот мистер Шакал создал девочку-волшебницу, и, вот, не знаю, месяц, наверное, или сколько там, я не понял, но в последнее время вот безвылазно, вот как он Ведьмака играл третьего, да, безвылазно жил там в этом Ведьмаке, в этой игре, так вот и сейчас в эту школу волшебников он играет безвылазно за девочку-волшебницу, с какой-то там негритянкой летает, я уж не знаю, где он эту негритянку взял в школе волшебников, наверное, есть такая, ну, сейчас такая тенденция негритянок добавлять куда угодно, там куда можно и куда нельзя, то есть вот мистер Шакал, он продолжает удивлять, да, такой вот он, да, волшебник, шкаляр-волшебник, а на этом все, с вами был Козел Альпийский, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok